Всем привет, вы на канале Steven Games, и сегодня я продолжаю играть в игру Mortal Kombat X, и как вы видите, это воины фракции. Воины фракции с персонажами Sony Blade, Johnny Cage и Cassie Cage. Не догадываетесь, почему такая сборка? Я прочел в комментах, многие, не многие там, но человека 2-3, я скажу так, просили поиграть вот этой командой, вот этой сборкой, семейной сборкой, скажем так, Sony Blade, Johnny Cage и Cassie Cage. Что ж, давайте посмотрим, что у нас получится, играем сегодня мы опять же 5 битв. Так, я выбрал уже самих персонажей, заходим в бой в сети, и выбираем сложная битва, ну потому что у меня сейчас душ нету, и поэтому возникают иногда такие проблемы. Что ж, Sony Blade, Johnny Cage, Cassie Cage, пронис Sony Blade против Sony Blade, Джеки Брикс и Кунзинь. Что ж, неплохая сборка у меня, неплохая сборка, скорее всего, у данного игрока, поэтому что ж, давайте посмотрим, кто будет сильнее. И, честно, не помню, насколько хорошо у меня прокачаны эти персонажи, по-моему, не особо, поэтому давайте-ка мы хотя бы немного качнем тот или иной суперудар, потому что без него будет довольно сложно победить, и я думаю, что это будет честно, на мой взгляд, честно, довольно честно, скажем так. Давайте здесь тоже качнем до половины, до середины, скажем так, мне кажется, этого будет достаточно, при том, что, ну и тут прокачано немного. Нормально, нормально, вот так вот пойдет, я думаю, сейчас сыграем этими персонажами и посмотрим, на что они способны. Что ж, погнали. Что ж, отлично, игрушка загрузилась, и давайте Sony Blade против Sony Blade, я думаю, это будет интересно. Так, давайте посмотрим вот так вот свайпами, блин, не получилось сейчас свайпом провести. Давайте посмотрим еще раз, вот так вот, и потом на добивание, у меня не получается таким образом делать, потому что в комментах писали, что можно еще два раза ударить, и потом еще свайпом провести, сначала два раза тапами, потом свайпами, и все будет круто, будешь побеждать каждый раз, но у меня почему-то не получается. Возможно, я что-то делаю не то. Кстати, Sony Blade, смотрите, хилы так справляются со всеми. Вынесла уже одну, сейчас еще своего же персонажа вынесет, только золотого. Это круто, это очень круто, я даже и не думал, что Sony Blade Серебрян, она настолько сильный персонаж. Нет, я знал, что сильный, но чтоб настолько, блин, отлично, половину вынес, но, к сожалению, только половину, но ничего страшного, ничего страшного, тоже неплохо. Так, а если сначала свайпами, и потом ударами вот так вот, нет, блок, ах, не успел. Ну, практически добил, будем считать, что Sony Blade только что победила полностью всех персонажей. Что ж, отлично, Джонни Кейдж добивает, но в любом случае я верю, что Sony Blade была реально шикарнейшим персом. Что ж, скажем так, у меня также в комментах писали под предыдущей серией, где я паки открывал, да, паки открывал, что я накрутил 367 душ. Слушай, чуваки, какой я нафиг накрутил. Эти души накапливаются довольно легко, играя в тех же испытаниях, либо в военных фракций. Есть еще так называемые бонус-миссии, которые, к сожалению, я сейчас открыть не могу, но они есть. И благодаря этим миссиям, вот этим всем прохождением, вы получаете столько душ, сколько вам захочется, да. И можете накопить, вот, например, 367 душ я накопил приблизительно, ну, около месяца, наверное. Ну, за неделю три, наверное, где-то так. Посмотрите, когда у меня был предыдущий пак опенинг за 120 душ и вот этот. И посмотрите, какое там время прошло за все это время, скажем так, да. Поэтому я думаю, что, блин, это реально очень и очень легко и без каких-либо проблем накапливается. Просто играйте чаще в игру и проблем не будет. Что ж, Макс-123 атакует нас сейчас. Тут рептилия, она несложная, несложный персонаж, реально, победить очень легко. Сейчас я тогда рептилию прикончу, а дальше мы уже сыграем, конечно же, как бы сказать, дочкой, да. Соня Блэйд и Дженни Кейджи. Смотрите, она Кану разнесла. Это просто зверь. Похуже матери будет, наверное. Офигеть, вы посмотрите только на нее. Это просто жесть. Да, у меня Кэсси Кейдж сильнее будет Соня Блэйд, оказывается. Мне почему-то так кажется. А, ну да, она 17 уровня первой элиты. Соня Блэйд 10 уровня первой элиты. Уже 11. Но в любом случае, это круто. Это очень круто. Что ж, следующий бой, это третий бой. Это баланс Кенши, повелитель душ Ермак и чернокнижник Куанчи. Что ж. Ну, все золотые персонажи. Это первое, что я могу сказать. Второе, я могу сказать, что Ермак вообще слабенький. Четвертый уровень. И не так уж и много здоровья и нанесения урона. Поэтому, я думаю, что победить мы сможем его довольно легко. Отлично. Что ж, Соня Блэйд по Кенши сейчас нанесет. Такое уронище. Блин, вот у Кенши сразу доступен суперудар первого уровня. Это немножко смущает меня. Потому что может в любой момент истощение сделать. Например, как только что это было сделано. Ну ладно, ничего страшного. Сделал один раз. Больше не сделает. Потому что не успеет этого сделать. Так как я его прикончу в один миг. Отлично. Исчез. Правильно сделался. Отличненько. Ермак куда-то делся. А вот он появился. Молодец. Хорошо, что не исчез. Так, ну и теперь вызываем Кесси Кейдж. Которого только что немножко опрокинули. Но ничего страшного. Ничего страшного. Я думаю, в любом случае мы победили. Мы уже победили. Отличненько. И в следующем бою тогда. В следующем бою мы уже постражаемся немного Дженни Кейджем. Потому что мы что-то про него совсем забыли. Отлично. 798 монет. 1200 очков фракции. Скажем так. И Кесси Кейдж. Куанчи Каталькан. Следующая сборка. Это четвертый бой. Это четвертый бой. И здесь уже в бой вступает, конечно же, Джонни Кейдж. Отлично. Следующий бой. Это Сонни Блейд и Кесси Кейдж. Блин. Дочь против матери сражаться. Это, конечно, классно. Ну что ж, давайте посмотрим, кто будет сильнее. Ну, конечно, будет Сонни Блейд сильнее. Не потому, что она реально сильнее. Потому что я за нее играю. Скорее всего, так. По-другому объяснить эту ситуацию я не могу. Я думаю, вы тоже. Что ж. Да. Я же сказал, что Джонни Кейджем буду сражаться. А здесь вот такой вот казус возник. Что ж. Отлично. Главное, честно, копить суперудар, наверное, от второго уровня. Чтобы было больше возможностей, скажем так, на нанесение урона. Но хотя, мне кажется, что здесь самый сильный перс у меня. Это Кесси Кейдж. Потому что, реально, Джонни Кейдж тоже ведет себя как-то, я не знаю, не по понятиям каким-то. Все-таки, блин, он должен быть самым сильным персонажем. У меня в команде, вроде бы. Он же у меня 20-го или какого-то уровня. А, ну он без элиты. Да-да-да. Я забыл. Забыл, что он у меня без элиты. Возможно, из-за этого он как бы и хороший персонаж. Но из-за того, что элиту не получил, он как бы будет немного слабее. Ну, не важно. Это не самое главное. Потому что, как вы видите, он и так не плохо справляется. И побеждает еще одну команду без особых проблем. Без особых проблем. Что ж. Ну и следующий бой. Это уже будет последний такой бой. Получается. Да, пятый бой уже. Блин. В этот раз как-то все быстро. Очень быстро. Возможно, из-за того, что фейлов меньше было. Хотя, может и все это зависит от персонажей, скажем так. Не знаю, честно говоря. Но давайте посмотрим. Джакс Брикс. Вот, как вы видите, уже тяжелое вооружение Джакс Брикс использует в сборках. Честно говоря, я его еще даже не трогал. Он у меня как был первого уровня, так и остался. Но в любом случае, когда-нибудь мы им сыграем. Плюс у меня появилось два новых перса, которых тоже хотелось бы протестить в воинах фракций. Сделаем это чуть позже. В следующий раз, скажем так. В этот раз у нас семейные поединки. Что ж. Джак Брикс, Рептилия, Джонни Кейш. Погнали. Ну что ж. Последний бой. Получается, Соня Блейд. Покажи на все, что ты способна. Блин. Вот это Джак Брикс. Это, конечно, сильный перс. Посмотрите. Очень мало урона наносит Соня Блейд. А, блин, по Соне очень много урона наносится. Ну ладно. Давай, 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 давай. Держись, держись. Главное. Тебе только суперудар накопить. Отлично. Замечательно. Но он блок поставил. Блин. Ну ладно. 2000 урона. Это тоже не так уж и много. И здесь я еще промахнулся, нанося урон. Я немножко неправильно поступил. Возможно, надо было выпустить другого персонажа. Давайте-ка выпускаем Джонни Кейджа. И наносим вот такой вот урон. Там около 1000 должно было, по-моему, урона нести. Ну ладно. Вот еще один Джонни Кейдж выскочил. Но в любом случае, мне кажется, что наш Джонни Кейдж будет гораздо сильнее. От данного Джонни Кейджа, хоть и золотой, хоть и золотой. Джонни Кейдж выпадает из серебряных паков, по-моему, если я не ошибаюсь. Поэтому мне он почему-то до сих пор не выпал, хотя я очень много открыл серебряных паков. В этом-то и проблема. Так, отлично. Пока что, как вы видите, сражаемся неплохо. Тише, тише. Так, выпускаем Кейси Кейдж. Отлично. Кейси Кейдж, давай, давай, давай. Вот так вот. Блин. Я думал, больше урона нанесет, но тоже неплохо. Такая капля, это тоже нормально. И остается один золотой персонаж, это Джакс Брикс, который вынес только что Кейси Кейдж ракетой. Это вообще жестко, по-моему. Победа. Победа. Отлично. Что ж, это было несложно. Несложно, я скажу. Довольно легко. Победа далась очень легко, скажем так. Да и вообще, вот эти вот пять поединков, это, наверное, самые такие быстрые поединки за все время. Я не знаю, с чем это связано. Возможно, с тем, что персонажи были серебряными, первой элитой. И мне подборка была такая, что персонажей было довольно легко победить. Возможно, из-за того, что игра начала грузиться быстрее, хотя не было никаких вроде обновлений и так далее. Ну, все возможно. Все возможно, скажем так. Так, и вот, посмотрите, вот один из тех моментов, когда я получил приблизительно за 10 минут, за 10 минут 13 гемов. Поэтому 367 гемов накопить вообще несложно. Особенно, если играть каждый день, а не как я, только на запись. Поэтому, ребят, вы сами смотрите, я думаю, накапливать не так уж и сложно. При этом ему там, конечно, отвечали, но я все равно решил объяснить чуваку наглядно. Потому что сейчас на комменты отвечать не могу. На комменты отвечать не могу по той причине, что они у меня не отображаются. Я могу их читать только из специальной функции, которая доступна именно в менеджере видео. Там как-то сообщество или как-то так называется. И там можно почитать сообщения. А, например, открыто на них отвечать через открытое видео не получается. Не знаю, с чем это связано. И количество сообщений тоже в последнее время не отображается. Но это надо уже смотреть. По-моему, какие-то проблемы с настройками. В плане самого Ютуба, не в плане меня. У меня с настройками все нормально. Что ж, на этом все тогда. Получился быстрый ролик. Поэтому в скором времени ждите следующий. Всем спасибо за просмотр. Если понравилось видео, подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Всем пока. Продолжение следует...